так здравствуйте дорогая публика я сегодня сегодня воскресенье у меня я вот записываю двенадцатого числа вот сегодня не был такой день когда я ходил по музеям да вот как я провел этим воскресеньем я такого рода называю свои отчеты и его соответствующие плейлист называется меня на канале как я провел этим воскресенье по аналогии с названием фильма как я провел этим летом вот так вот значит все немного посетил музеев зоомузей потом начать я хотел посетить выставку в историческом музее воина янтарного края там было закрыто в афиши висит закрыто хотел посетить пойти в подземные музеи называется он археологический музей а там билеты заранее надо покупать все билеты проданы зато посетил я музей я был единственный сегодня посетитель музей под названием билет в ссср очень интересный музей вам советую об этом потом потом я был еврейском музее там выставка бухарских евреев было и был я про бухарских евреев и был я в музее который собственно не музей называется выставочный комплекс зотов центр удивительная вещь последний момент выяснилось что я туда могу сходить и я кинулся туда скорее и сходил посмотрел ну вот начну свой отчет я конечно был с этим вот с телефончиком который бом-бом-бом снимает и вот вам картинку сейчас буду показывать хорошо значит первым да первым делом вышел я на улицу вот что было то интересно то смотрю а курбом вода сюда и думаю что весна началась что случилось иду от одной дорожки такие мало чищены они сплошные такие водоем превратились со скользким таким покатым ледяным дном цвет надо было обходить каким-то образом вообще было потрясающе интересно все это дело необыкновенно значит музей зоологический музей мгу называется он находится раньше назывался улица герцена сейчас честно скажу не знаю как называется вот были старые люди которые знали только старые названия а я бы был бы только новые названия но я теперь тоже старый а вот ну так вот так вот значит иду и туда к этой улице герцена там как раз такой квартал где мгу начинает старые здания старые мгу церковь тут церковь татьяны и вот на этом вот на углу стоит такой подтянутый как это дпс дпс-ник но на самом деле это не дпс-ник там чекисты стоят они в дпс-ной форме все вроде как нормально вот они такие чекисты там стоят такой вещь себе вежливый вежливый прекрасно прекрасно когда помнится и обратно шел к нему какой-то мужчина обратился с чем-то куда пройти куда-то он показал там в глубь эту улицу как пройти а тут пошел дальше я понял почему он хотел чтобы ему вежливый милиционер ответил потому что это же чекист он не будет плохо отвечать да вот такой интересный был субъект а я помню еще времена когда это советское время что ли было по моему советское на площади перед детским миром помню милиционер стоял что там дежурил что ли я его спросил как против нас мы так с удивлением вот такие вот вещи были вот ну ладно пришел я туда в этот музей там толпа народу детишка привели там какая-то олимпиада и экскурсия сразу сразу два дела там вот детей олимпиада и экскурсия вот дело дело важное что олимпиада что экскурсия вот ну ладно буду вам показать картинки но я вам там на двух этажах есть на нижнем этаже там всякие гады вот вот зашел я и первым мне в глаза попал крокодил вот такой здоровущий крокодил с зубищами хорошо так вот с одной стороны подсвеченный вот зубатый крокодилища да как тут это перемещать то мне вот он вот он вот он грибнистый крокодил я сразу вспомнил название породу кошки выдуманная порода называется подмосковная ребристая а этот вот грибнистый крокодил да подмосковная ребристая это выдуманное название такой породы не существует там вот череп аллигатора вот очень напоминает те черепа что я видел палеонологическом музее а этот вот ион аллигатора да из яйца дыхали что-то с аллигаторами связаны вот он живет там тоже за спиртованной но я пошел не против чистовой стрелки а по чистовой стрелке начинается простейших тип простейшие простейшие там представлен модель раньше это называлось радиолярии да радиолярии а вот такие модели вот такого здорового размера естественно из пластика сделаны вот они и бы какие чудные существа в мире живут а даже вот у нас структуры это радиолярии видите ты слои 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 да вот интересно естественно на эти губки я нагляделся в воде это вебинирина корзинка называется кстати говоря в Владивостоке в самых музеях а это называется стеклянная губка вот почему с таким хвостиком вот это вот в уголочке стоит большая губка которая называется кубок нептуна он так в угол поставил а потом дальше идут все эти вот тоже тоже не очень сложные организмы свободно плавающие вот она настоящая медуза вот находится лурелия ушастая вот медуза вот так называется холодные и умеренные моря северного полушария еще одна кассиопея андромеды это удивительно что что понятно бесцветная прозрачная как вот этот цвет потому что вообще говоря о животных в таком вот виде ну заформалиненных или высушенных у них пропадает окраска потому что окраска связана с красящими веществами которые вообще говоря хорошо распадаются они не стойки исключение составляют бабочки и как я недавно сегодня выяснил жуки вот у бабочек у них окраска имеет природу не не ну как сказать не избирательное отражение чего-нибудь да вот как вот у нас окраска там я не знаю вот почему вот почему вот этот вот лейбл голубой да потому что он отражает голубые лучи остальные поглощает вот он рассеивает голубые остальные поглощает вот а он связан с тем что интерферационную природу имеет там некие слои прозрачные определенной толщины это кстати похоже у нас таким же образом проявляется цвет радужки глаз все дети рождаются с тонкой радужкой она голубоватая а потом значит разделяются там появляются эти темноглазые вот ну значит по мере роста утолщения так же как голос у нас меняется когда мы маленькими все пицки лявые потому что там все маленькое когда подросток что-то большое резонансные частоты сдвигаются так и вот с этой радужкой получается да и вот еще как говорят что окраска шерсти тоже связано не столько с наличием там красителей а раз расположение вот этих вот чешуек кератина да хотя наверное там должен быть и какой-то краситель потому что вот видите вот чешуйки другие стали седой я стал вот такие вот дела продолжим наши занятия вот тоже примитивные организмы примитивные смысле что не волки не собаки не кошки а вот такие живут на дне питаются тоже в северных морях это вот и арктик он из северных морей северной атлантики деревья вот между прочим это рвите в этом в растворе фиксирующим что-то типа большого кузнечика или саранчи а вот это вот длинные нитки это тот червь который в нем поселился представляете вот паразит ну вот он выпустили вот по сравнению вот он у вас изнутри его позитива ролл сел а тут кориды в кишке не будем смотреть мы не будем а вот это наглядное пособие для студентов изучать студентов мгу биофака который изучает внутреннее строение улиток как это улитки называется брюхоногие моллюски вот как это называется вот так вот это брюхоногие моллюска это внутреннее строение там все эти органы сделаны из чего-то ну это так сказать муляж муляж а это вот муляж крытый с брюшной стороны пиявки медицинской замечательное животное очень облегчает жизнь когда значит впрыскивает свое вещество герудин сразу становится повышается проницаемость мембран в том числе в головного клеток мембран клеточных мембран в том числе в головном мозге сразу просветляется голова вообще кайф обыкновенный а это вот тоже мам макет наутилус это такой моллюск который вот живет но существо моллюск по моему который в океане плавает вот это у него раковина значит держит его на воде наутилус мечехвост ныне живущие но очень древнее существо с голубой кровью помните я вам рассказывал когда был в палеонтологическом музее вот эти хорты вот а это медуза но тут изучать медузу прозрачная такая медуза во а это вот ребята такие по моему это усоногие раки а удивительная вещь что-то среднее между между моллюсками кольчатыми червями и членистоногими живут они как моллюски в раковинках у них есть мантия как у моллюсков и вообще там вот у них есть тюсики которые высовывают кстати первая книга дарвина которую написал возвратясь из путешествия на бигле вокруг света бигле название корабля на котором путешествовал и постоянно выраживал с капитаном этим сам фиц роем вот так вот она называлась об усоногих рак и он видно что то напутал решил что у усоногих раков очень много полов потому что не был очень сильный половой деморфизм и причем разнообразная такой был он решил что там что-то около 4-5 полов но что естественно sensation не 2 пола 4 или 5 но на самом деле там все-таки двуполые существа не пяти полы почти как у станислава лима в одном из произведений там были какие-то существу которые было несколько полов ну вот а тут вот так вот это кстати в дальнейшем сыграло с его следующей работой нужно видеть 5 полов ну все обалдеть можно его следующей работой которая была посвящена как это эволюции эволюционной теории его гипотезе дарвина которая называлась о происхождении и видов и о путем естественного отбора и выживания наиболее приспособленных рас то есть пород вот нас предпочитает не переводить слово расы на вот то есть переводить его так что это вот частные членистоногие видите вот он такой ракообразный он весь по оброс а какими-то вот в этих вот как раз что-то тип усоногих раков на нем еще поселился обрастатели они усоногие раки корабли обрастают а мне обрастают вот морские желуди это называют вот так они живут это называется марш таракан сибирский но как со спины и живота страсть какая-то но как положено крупный такой вот а это вот королевский равношипый краб обратите внимание в настоящем виде он красный и поэтому если вы хотите во владике купить его чучело но вам его сделают но покрасить специально красным цветом королевский равношипый краб вот это вот он кстати тут сохранил свою естественную краску но он весь покрыт вот этими так сказать обрастателями да обрастатель о чем обратить внимание они достаточно быстро развивается по моему ежегодно краб линяет сбрасывать свой вот этот корпус вот панцирь панцирь вот смотрите вот какие красивые всякие животные там нарисованы на картинке а вот они потеряли свою расцветку вот это содержимое первую жизнь жизнь животных многочисленные аквены и всякие прочие вот моллюски рядом рыба огромная по моему этот промысловая рыба там сейчас стали в моде из нее консервы и все прочее это скат а вот это очень важный элемент для нас для нашей жизни это иглокожие которая называется морская звезда морские звезды и афиур это какая-то страшная странная морская звезда у нее ведь семь конечностей то ли это такое отклонение то ли такая странная порода между прочим личинки когда-то давным давно личинки иглокожих решили не превращаться вот этих монстров остаться личинками да вот такая нативная форма еще сумели в этой нативной то есть детской форме размножаться еще сумели и так превратились они в кордовы кордовые наши далекие предки вот то есть мы потомки вот таких вот существ кстати говоря среди иглокожих есть иглокожие которые также как и мы вторичной ротой вот а все весь остальной животный мир который до на до каком на филогенетическом древе находится до хордовых до позвоночных он весь первичной ротой сейчас объясню что это такое придется показывать посмотрите когда оплодотворенная яйцеклетка растет она превращает такой пустой внутри шар но как мячик сдутый вот он сдувается и получать такая вот двухслойная шапочка и вот из этой двухслойной слав шапочек у всех у первичной роты здесь формируется рот вот эти вот эти кишечные полосы не все прочее а у нас у вторичной роты у нас все наоборот у нас все зад наперед у нас здесь анальная а рот прорывается с другой стороны чудная конструкция но вот именно вот от таких вот чудаков произошли мы мы такие же чудаки вот мы это все все позвоночные а вот у этих кстати морских звезд афиур у них уже попробовала природа вот каждый этот луч звезды он конструкцию внутри не точно похож на позвоночник сочленения вот приводится в действие не мускулатуры а давлением водяным там проходят каналы по ним просто забортная вода поддается под давлением понимаете он шевелится и движется и чего там делает все что положено так но возвращаюсь я в музей показывать вам картинки потрясающий на самом деле музей особенно для тех естественно такие пары такие юноши с девушками им так видно было интересно все это дело осматривать вот такие вот да вот они вот это классическая такая вот звездоподобная система пятисмечная да а вот это очень важная картинка посмотрите это камчатский краб да он обесцветился но на самом деле камчатский краб как правильно говорят специалисты он не краб он крабоет вот посмотрите у него вскрыть специально сзади панцирь и под этим панцирем видны две конечности у него конечности меньше чем положено быть у краба на две штуки вот у краба должно быть сколько там я забыл конечности 8 по моему снаружи а у него и 6 снаружи конечности как у таракана а должен быть как у паука по-моему там могу ошибаться с этими цит числами я же не математики а физика вот а вот там мы под панцирем есть две штуки для чего вот две конечности они ими гоняют воду под панцирем и чешутся наверно да гоняют воду чтобы там значит не 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 пролежни на не было да вот вот тут вот показано то есть это не краб крабоет вот интересная вещь кстати говоря в москве сейчас какой-то район там сокольника где-то фирма по крайней пола которая научилась разводить крабов да потому что долгое время была очень загадочная история но как краб размножаются да как они сексом занимаются но теперь то мы знаем как скрабы сексом занимаются как они размножаются там и мелких таких буквально вот такой глубины насколько я понимаю по фотографиям водоемах вот жили по крайней мере может и сейчас живут крабы которые там размножаются вот а это вот отдел насекомых пошел водили насекомых вот такая вот что-то вроде как бы это сказать вольерчика тут вот такая мелочь типа коры или что-то такого кормушечка в кормушечке что-то типа на морковку похож и вот никого не видно значит тот кто тут должен жить он живет очевидно внутри и я видел похожие вольера но без без корма в водородинском музее там значит в этом я был там понедельник снимал когда он был закрыт и там значит энтузиасты вот с этим валером работали у них там под этим мусором жили огромные личинки каких-то там жуков причем не личинка была вот такой длинный вот такой толстый как колбаса за 220 вот такой вот ну типа как докторской толстый дальше вот такие вот были финиш я не знаю что тут такая личинка надо выползает и ест из чашки что вот это я не знаю я так как-то в недоумении но естественно караулить не стал когда она там соблаговарит вот но бабочки там нас обычно впечатляют либо очень большие бабочки а либо большие вот это называется палочники видите какие-то огромные палочники похожие на веточки их иногда от веточек не отличишь ой какие палочники вон внизу стоят пакет страшных совершенно размеров абсолютно да не поверишь похоже на палки это чем-то напоминает богомолов но вроде не богомолы это точно палочник все удар с крылышками а вот он палочник с крылышками решил полететь а это живое это наверное что хамелеон ящерица живая она сидит там притворяется внизу черепах такой маленький живой уголок большущие и всякие разноцветные вот искал какую противную личинку вот есть противный личинка раньше еще покупали любители значит куколку бабочки она у них выводилась выводилась оттуда вылезала был такой рассказ значит у одного старого русского писателя рождество называется как у него умер сын а у сына была такая вот личинка и вот значит от этой личинки вывелась бабочка и поползла вот это филогенетическое древо так родословное древо хордовых животных идет млекопитающие отпочковались даже неизвестно от кого вот присмыкающиеся наверху а снизу кто а фиг его знает и даже неземноводного как так вот с краешка вот это современное представление в общем достаточно правильное наверное вот то что неизвестно какой то от кого ну понятно что что-то общее есть но какие-то общие предки которые и короче говоря все практически вот эти вот организмы птицы присмыкающиеся млекопитающие появились примерно в одно и то же время долгое время сосуществовали просто они не такое значительное место занимали чтобы оставить большой след в палеонтологической летописи ну мелкие там помните я рассказывал когда был в палеонтологическом музее какое огромное количество зубов напитающих мелких зубчик нашли эти экспедиции еще в ту эпоху когда динозавры то еще так сказать были были еще не совсем не королями только собирались принцами были вот они круглороты вот они первичные как вторичные роты и круглороты да без челюстные да вот это вот самые первые видимо так сказать потомки тех самых нативных личинок которые решили пойти жить и работать в качестве самостоятельно живущих организм рыбы филогенетические древа а это вот скат как нервная система ската там много таких разрезанных вещей некоторые из них убрали чтобы не травить зрителей а это между прочим из кубинских вод вот это вот одним из немногих ныне сохранившихся видов по моему это называется панцирный сом или панцирная щука не очень уверен она видите покрыта панцирем таким костистым да фиг его съешь а это вот с панцирной щуки кусок кожи ну соответственно древний отпечаток какого-то панцирной рыбы какой-то а это белуга и любите на в реках живет я видел такой вот белугу чучело казани в волгу дошла монстр знаете так вот как чё там в воде плавает в реке такие вот чудничные спрудища это тоже кто-то разрезной ну понятно скат не удержался а это вот череп ведь он из многих частей состоит череп череп костистой рыбы судак череп судака вон он как он для меня это удивили удивили удивилась это так сказать поколебало все мои нравственные устои я считал череп у рыбы вот вот такой вот вот он скелет рыбы вот сплошной череп вот как у нас тут учился да там где-то мозг у нее так где-то рыбий мозг там вверху немножко и есть вот где-то здесь и все плавайте себе и плавай это какой-нибудь звездочет наверно звали на дне на лежит и смотрит кого поймать а вот они а это уже гигантская саламандра и скелет большая это уже земноводная саламандра но понятное дело разделаны лягушку чтоб дети изучали институт а это развитие до лягушки и даже от головастиков вот видите вот они головастики сначала к рыбка 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 бац появились лапки это что значит лапки и легкие появились и появилась значит и плечевой пояс и тазобедренный пояс вот а потом отвалился хвост какой-то момент и появилась наш любимая скелет я да ладно саламандра лягушки саламандров отличается тем что лягушки хвостами а этот пипа по-моему называется у нее на спине вот здесь вот спине у нее такая же они с самцом так хорошо откладывают икру что она у нее вот здесь вот в таких углублениях на спине и оттуда выводится ее ребятишки вот такая вот она суринамская пипа называется а это лягушка бык но правда сказать что это их чучело трудно сказать скорее всего муля потому что вот она она совсем такая такая клевая и некрасивая и мертвая залитая растворами ну дошли мы до маленьких крокодильчиков вот похоже как мои котята когда просят есть так не забывайте мы кормуем котятам крокодилятам присылать да органы присмыкающиеся черепахи понятное дело а это по-моему уже какой-то типа крокодильчика скелет гаттерии да ящерица гаттерия а это вот между прочим не скелет это препарат да ящерица который такой большой тут такой вот зонтик раздувается и так бегут на задних лапах вот эти донты раздуваются очень весело прикольно одно время японские кинодокументалисты любили их снимать ну да змеи делал дошел вон какие змеиные скелетины то да но тут он с дефектами скелет что-то утратили китайский аллигатор но это было последнее что я в том зале снял потолок правда красивый сводчатый и книжки предлагают там покупать всякие и вот какие милые подушечки с котенками там они стоят слон чучело чучело слона из московского зоопарка попал нужно сказать что отдельно стоит его стиле я удивился не как раз тик-ток зоологического музея есть ну тут как невнятная картина это скелет мамонта шестистые носороги тут мамонты все кто хотите а это уже скелет 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 слона того самого которого там шпора да тут у них знаете картинки глада руки там ходят и мне больше внимания там был да это такой небольшой зал со скелетами каких-то только скелетов нет вот это стиллерова корова на не вымерши она такая дорогая что она за стеклянным за стеклом и посмотрю птицы а этот скелетик кондивинчик там вот потом видите скелет пензин за зародыша кондивин какие черт чудные вот мы как называть я не выделю гульберус потом а вот там наверху так очень изящно так все закрыто там служебное помещение вот бездорогого там тоже чуть расставить смотрелось свешилось да кровеносная система и жабры обыкновенной щуки тоже такой вот препарировали чтобы студенты изучали живность видно там выставка сто семьдесят пятилетию поржевальского но чё-то она как-то как-то чё-то непонятно да а это вот между прочим некая персональная выставка посвященная ученому сейчас мы увидим вот он его портрет на умов николай палочка вот конечно с факультета позвоночных животных биофак мгу а это вот его фотоаппарат у нас с вами у него будет разговор в другом месте но не будет фотографии это такой вот двухкамерный трофейный как написано там фотоаппарат трофейный у нас похожие делались они назывались любитель сейчас что-то вот их трудно в 90-е годы даже их производили для любителей продавали два объектива один объектив значит там фотографирует на широкую пленку а через другой через матовое стекло наводите нарезки они друг другу связаны вот такой хорошие камеры такие были любитель называются но это не любитель там какое-то на самом немецкое название карл сейсиена вот тут написано но тут не считается это череп шерстистого носорога а это красавец рысь такая круг собаку величина представляется а вот это вот верноподданные ученые 1842 году составили герб российской империи из бабочек и жуков вот такой вот красивый герб верноподданные это кусок кожи кита обросшего там чем-то вот этими обрастателями ламантин тот самый из которого герои жули верно его бессмертном романе таинственная остров они из его жира сделали глицерин потом глицерина сделали нитро глицерин и устроили там какими взрывными работами вот такая длинная цепочка ну понятно верблюда а вот это вот семейство королевских пингвинов нету очень картинка дорога помню давно давно я с дочерью тут был тогда она еще на ручках было сколько лет было там надо посчитать и вот помню она устала и была и вот тут по моему последней что молилию пингвинов молилию пингвинов и вот с тех пор я тут и не был детский сад императорский пингвинов императорский не королевский узнаете да зубры может безумно это я не почитал вот страусы их яйца их страусенок даже ходит тут маленький а это вот такие вот в море живущие летающие птицы типа альбатросов альбатросы а это такая птица какими-то как с ушами да вот она хищная это не сова хищная но сова тоже хищная а это вот красивый такой петух с длинным 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 хвостом и вот так вот папа со посадили полюбовались потом этот к хвост на катушку намотали живи дальше представляете какой кошмар и мы будет обрезаться нет выявили таких вот гепард семейства мы еще их увидим с другой стороны вон они два подрались сюда не выделили гепарденка гепарденка видите какие красавцы да а вот тут вот а это да это будет так сказать базарные птицы птичьи базар знаете вот они на всяких островах там приносит туда огромное количество биомассы свои фекалии потом эти слеживается эти фекалии чем замечательно птичьи у птиц нет ничего пузыря я не понимаю понятно не писают то есть они вот это все всю эту отработку которую выделяют почки а почки выделяет фосфор содержащие вещества вот у нас единственное выделение содержащие фосфор это моча но у них соответственно выделение почек и она смешивается с фекалиями и такая фекалия получается такая как в обливочке такой да вот сахарная обливочка это вот там значит огромные залежи этого гуана который как называют моим которым много фосфорных удобрений птичий помех замечательного удобрения но он очень ведучий его надо долго выдерживать залить водой долго долго дать ему выдержаться перегореть вот между прочим птицы носорог я не знаю долго ли думали ученые но я вот долго тоже вот думал не зачем такой вот природы сделал такую эволюцию вот это вот это вот носорог справа слева как по-другому называется но у него еще больше ну для того чтобы просто привлечь внимание для понта семейство райских птиц вот на самом севере австралии уже там около экватора и вот на папу а на новой гвинеи тут живут замечательные райские птицы вот они они как-то тут не очень разноцветные видны светлые полгас вот где рай то райские птицы был видал какой воробьи наши а это скал тоже муж братьев ежик ушастый вот он обычный это ушастый ежик какие симпатяги бывают за кавказе центральная азия так вот они там вот и живут от броненосец вот там толпа детей стояла им что-то рассказывали родители постарались вместо них все это записать и ответить на ведь да не лезьте вы ждайте детям-то мужик учен вот такие дела вот посмотрев на эту картину это череп этого маржа я понял для чего были нужны такие огромные клыки усы были зубы тигры можешь ведь этими клыками ничего съесть не может правда он им что-то там делал то ли добычу убивает то ли лед пробивает я не понимаю точно я не могу сказать заморжать но вот видимо саблезубый тигр тоже убивал этим клыком так удобно у нас был кот малыш его звали мы все очень любили и он у него были тоже пути хорошие острые он ими прям в сердце ударом убивал крышу все крыша стекает кровь и он отошел в сторону как тунадор так виляя за все убил так ну что вот и медведики криконогие и белые медведики умки и вот теперь на ней популярные очень панды кахачи а это вот самая группа граждан группа детей нахай вот тигроша похож по мне просто а рогата видите какие у олени тонкие насколько понимать северная линия рогат они волчники а это хищник какие-то тип соболинах такой породы он кого-то там схватили за хрею вот это кстати по-моему бородавочник то ли еще что-то на странное узнаете на сорок а вот бородавочник это вот сайгаки помните был заказ так очень сайгаки бегали мешали поля работник в сельской сферы у них не было оружия не ну дробовик есть но дробовика с ним что сделаешь туда ничего и вот был такой заказ товарищи оружейники делать для нас специальное оружие ну и переделали значит калашникова так что патронов был поменьше и не стрелять автоматическим огнем сайга называется вот с тех пор появилась вот этот поколение закускать таких калашоидов под названием сайга есть даже пистолет пулемет сайга 9 китовые обесцветились эти два хамелеона по моему банки за долгие годы вот здесь они все блестят почему и все пошел спрашивать почему ну да ведь это так же как у бабочек это зависит от покрытия слоев от разных слоев толщины прозрачные слои разной толщины они дают а это прочим это гигантская саламандра почему она такая на червяка похожа я теряюсь догадку вот пошел я пошел я домой смотрю я сзади на череп мамонта ловить тихонько разваливается да потом череп мамонта вот ли у нее структуру какая-то в кости зло музеем гаум да хорошее место загадочное здание без вывески без ничего там правда значок такой что вроде как метро метро это точно там на тех ворот в которые метро перед ними снег насыплен там никто не ходит вход с другой стороны ну какое-то хитрое заведение московское там серьезным делом бедные люди занимаются отказывается отказывает твою жизнь вот он с домом убеет гу на улице герцога он меня туда водила в начальной школе потом я в институте ходил туда когда был студентом пару раз по выходил вот вот она улице герцога там кремль на том конце улицы и там тот самый чекист шел я в александровский хат вот думаю пройдусь и повторюсь и пойду ворону встречу говорила она со мной я и говорю она мне карты говорит вот шел я к какому-то обелиску раньше был обелиск свобода там всякие были люди указаны там сен-симон фурье карл маркс плеханов а теперь начиная с михаил федоровича романова и до николая 2 вот и все кино есть теперь к наряду с пастеллами которые представляют города герои еще у города лоинской спавы города раньше был волгоград написано кстати когда это только волгоград написано я помню был фильм такой назывался он что такое странно там спрашивают у жителей разных стран заграничных что такое странно вообще ничего не знает кто-то там учится в историческом на на истфаке и сказал что это вот такой город где была битва но немецкие люди то не знают какие старые немецкие женщины говорят что во всем виноват был Китер вот ну отсюда значит снимаем здесь тут люди личного дня и спрашивают надо ли вот людей спрашивать что такое Сталинград понимаете вот родина мать наша да пусть она уродина но она наша родина какая бы она ни была плохая какие бы не не были специфические правители другого у нас нет понимаете мама наша иногда бывает дурой они неприятные старые бывают я вас уверяю я знаю что такое быть старым что значит неприятно по скандале с соседкой мама но все равно мы за маму соседка может быть по совести была права но мы ей глаза выкипаем за маму а сейчас как то а вот нет ну согласна мы подальше кстати кстати вот это по моему башня называется баярина собака баярина собаки да вот так вот там стояла дождь шел задатикла и стояла маленькая экскурсия школьников и экскурсовод да мы им рассказывал про то что вот был двор собаки ну и километр там обычно денежку бросают вот девушка чем-то помогли у нас помогли у нас бросила и банят ты побежал наверное надо еще чтобы убежать с нулевого километра пока монетки летит это вот и песочек вот осаждается как так вот образуется золотоносное отложение да вот так линза такая вот вот все хотел я в экологический музей то попасть в этот музей какого года там тысяча девятьсот ой сейчас не пойму я никак в общем нет это не 2000 1990 наверное да ага 1997 году это еще при Лужкове он тогда раскопал вот тут огромную яму в которой сделал торговый центр под землей и вот результат раскопка вот тут музей представлен очень интересный музей но вот в этой акции что не покупал вот туда ту самую яму раскупана музейчик музей билет в СССР хороший музей между прочим советское вот они большущие большущие карикатуры из крокодила вот он янке добро пожаловать в Таиланд какой-то марионет тут отчетная живопись приписывает живой вес тонна восемьсот а там какой-то дохлик не кормленный да он тут пишет а вот очень интересная карикатура видите оседлал он значит свою даму такой вот это называется феодально-байский переживки и стрижок вот тут у него имеются два дна сверху где он развернул газету снизу где он верен Магомету вот тогда была такая проблема в притеснении женщин в азиатских республиках среднеазиатских и там была даже такая статья в комсомольской правде что в тех городах регулярно бывает у девочек попытки самосожжения они обливают себя керосином поджигают почему-то именно керосином наверное с керосином в лампу потому что традиция прошла может перед бензином стали обливать вот но вот регулярно такое случается у них и вот об этом писала осторожная комсомольская правда видите вот тут автор он был исполнитель главной роли и режиссер губенко вот он слева стоит такой он там играет как сказать директора директора детского дома где вот эти вот так сказать подранки и вот видите спереди вот среди подранков стоит такой вот с голым пузом жилетки главную роль на детскую там исполнял нет там были взрослые роли да детская роль была главная а справа жанна болгова актриса вот так вот значит надо было губенко чтобы мальчик там заплакал что-то такое чтобы он воспринял очень печально никак не прочее тогда он взял попугайчик губенко оторвал ему глазах мальчик заплакал вот так вот снималось у нас кино а это вот интересная очень вещь мы не ценили сейчас это считается объектом уже музейного качества а вот такая кошка у нас была только разбилась она упала и разбилась как вся эта наша жизнь такая кошка была вот а такого рода вот музейного качества но мы не понимали не покупали по-моему кошка вот у нас это была да но разбита она была к сожалению вот сейчас это музей выставляется сравнение справа две картинки да вот они два мальчика нахимовцы да вот слева это классическая 50-х годов справа это новодел ну под старину сделаны ну вот это отличается справа личики кукольные как у барби справа своровали да все таки это уже как-то отличить можно назвали советский агитационный фархор ну где тут агитации вы видите кроме вот их отсюда из обычной столовой рублей три рубля кстати это наверное российские билеты да а это вот и фсс клеталовый ртк а вот слева интересный значок сейчас вот крупнее день покажу колумбинский патефон я так думал всякая мелочевка такая вот советские ушечки это уже более поздние времена времена моего детства и детства моей дочери вот вот этот вот так сказать шага стеремеханический по-моему зло и картинке по-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум- Делался он в Одессе. Кофе называется «Негр». И там написано «Остерегайтесь подделок. Наш негр на красном фоне». Вот. А подделка, он виден, не на красном фоне. А них на красном фоне. Вот. Ну, видите, часы замечательные. Вот такие, по-моему, еще совсем недавно мы своим дамам дарили. Да, вот слева вот эти вот с такой финифтью, да? О, замечательные фотокамеры в Красногорск. В 90-е годы американские студенты, которые изучали киноискусство, они снимали свои учебные фильмы такими камерами в Красногорске. Советские. Ну, вот плохо тут видно, но тут лучше видно. Вот набор. Но тут явно отсутствует камера, которую я так вот хотел бы тут видеть под названием. любителя, а ее нет. Любителя. Ни одного широкого пленочного фотоаппарата тут нет, да? Феды, зениты, смены. Первый фед. С таким федом еще Папанин на льде не плавал. А это же спорт. Вот они, спортивные федомеры. Можно было в любом магазине купить, чтобы, значит, своих федомников наградить. Школьника. Тут свои, тут музыка, тут книги. Мыло. Помните? Я что-то такое, помню, закупал коробками, но не хватит. Заградочный чемодан, что в нем, не знаю, наверное, можно было. Вот человек писал, красиво, ему четверку поставили. Вот это было неаккуратно. Действительно, неаккуратно написано, вот это Р внизу, не совсем правильно. А это вот введение, пять с минусом, за крик в школе. Вот. Заведение дневника пятерка, а за поведение пять с минусом. Крик в школе. Мне понравилось, да? Это вот слайды, не слайды, показ, диафильмы проецируют, проект радиофильмов. Тут, вот этот замечательный радиоприемник, назывался он Звезда. Так, гарный радиоприемник. Обычно они были красного цвета, корпуса железная, а этот он был зеленый, редкий. Говорят, Звезда именно была в кабинете Сталина, и у нас была Звезда, стояла на верстаке, таком под окном. А правда, она была без корпуса, потому что у нее все время что-нибудь надо было поправлять, и из нее иногда шел дым. И вот по той Звезде, я помню, мы услышали, как раз, когда у нас хлебом было напряжен, что Америка нам разрешила продать хлеб, а в Португалии факс начала с погрузки хлеба для Советского Союза. Вот. Из Канады. Или факс, это в Канаде. А вот этот замечательный радиоприемник, Океан назывался, Океан 214. О, пять коротковолновых диапазонов, хорошая чувствительность, слушать можно и голос Америки, и BBC, и немецкую волну, и голос Израиля, что хочешь. А сейчас не послушаешь, сейчас, по-моему, на амплитудной модуляции это и нет, никакого вещания уже нет. Вот. Всё. Сейчас можно купить дорогой радиоприемник, положить его на случай, что вдруг, когда нам отключит интернет, кто-нибудь решит для нас начать вещание через обычное радио. Ну, надо дорогостоять, что-то мощно передать. А это спидало, спидало, спидало. Помните фильм «Ошибка резидента», «Судьба резидента» Это был его радиоприемник, по которому он принимал шифровки там. Сначала же звучала песенка «У моря, у синего моря», только на японском языке. У моря, у синего моря. Там-та-ла-ла-ла-ла. А потом, на немецком языке «Ein don zwanzig, vier und siebte». Какие-то числа мы передавались. Сейчас тоже, наверное, через интернет шпионские селигонда. Шикарный радиус. Василевский. Начальник генерального штаба. И, кстати, незаслуженно, скажем так, мало напоминаемый персонаж в центре почему-то повествования Великой Отечественной Жуков. А вот, например, кто руководил операцией Уран по окружению в немецкой группировке в Сталинграде? Василевский. Кто об этом? Письмо фронта. А это вот стол изображается стол военного цензора, который вот проверяет фото генеральского кабинета. Кресла такие. Я не догадался там сидеть. Полет Алова. А это из кабинета Булганина столик, между прочим. А вы не помните, что такое было Булганина. Я вас не знаю. Нашивки из ранения. Вот красная нашивка это легкое ранение, а желтая нашивка тяжелое ранение. До революции красные нашивки были у низших чинов, желтые нашивки были у стены. Ну, а сейчас они вот красные и желтые. Значит, просто по степени ранения. Красное легкое, золотое, тяжелое. Вот на стене висит, да, какие-то объедочки, еще чего-то. Такой вот коллажик. На стене, ключи сбоку. А сверху открытая банка тушевки. Такая промасленная. Тогда были такие промасленные банки, чтобы они не долго не ржавели. Кстати, удобная емкость для пластинок. Правда? Да. А вот эту вещь я видел первый раз. Сахарная голова. Вот пеленый сахар, колотый сахар я видел, а сахарный голов не видел. Особенно мы приходили, когда в магазин что-нибудь надо купить, колбасы. А там надо взять четыре вида. 100 грамм пеленого сахара, а 100 грамм колотого сахара. 100 грамм сахарного песка и, значит, колбасы. Ну, все, получи фашист гранату. Вот. Эта вот голова еще довоенная. Сахар, значит, в виде такой головы вырастал. Да. Так, вот. Тут, конечно, голова уже вот далеко послевоенная. Значит, справа от головы пеленый сахар, слева от головы колотый. Вот колотый, пеленый еще. А сейчас прессованный. Рафинад прессованный. Линзы. Линзы. Ее наполняли либо линзы перед объективом КВНа, либо дистиллированной водой, воду в аптеке покупали, либо глицерином. Тут сказали, что глицерин. Дистиллированная вода. А это тут набираешь сначала, а там крутишь ручку Вот такой был очень интересный Вот это Феликс Он просто выставляет ручки и крутишь ручку А моя мама была Рифрометер набирает и на педаль нажимает Взвиз, залица мотор Проваривает Антиметр, узнаете А это Глоба Зурнала Вот, извините, я их написала 1 мая Да здравствует Наш любимый Учитель и друг Ребят, товарищ Сталин Интересная карта Советский социалистический республик Пятимиллионка Вот, это значит в каждом сантиметре Сколько же получается-то Сотню отбросили Это получается метры Раз, два, три Четыре Пятьдесят километров Сантиметры В европейской части Реки голубые В сибирской красные Как наполненные кровью Помните, это называется Чернильница непроливайки Она там такая форма Что оттуда не вылез Вот конус Да Не будешь выливать Оно этим законом Самостаётся Ну Блескали Вылетало всё равно Оказывается, пионеры 20-х годов Носили галстуки пионерские Вот с такой вот Как сказать-то Зажимом для галстука Это как, знаете, называют Техасский галстук У него так Жиг туда вот Вот и был как Техасский галстук Был у нас пионерский Ну, я пример завязывать И собрался в детский пионерский лагерь У него и фонарик И очки, чтобы плавать под водой И поплавки И самое главное Рогатка Это родная Моя радиостанция Р-105 Я с ней, по-моему, забегал Да Такие всякие тут Знакомые инструменты Где были в Кельмин Магазин от ППК От офицера А внизу вот эти хлебные карточки Между прочим Да И там год ещё написано 47-й год Фонарик этот Вот на пол Вверх вот такой На пугольце Можно было вешать Сохватили замышленное хозяйство Кратко Сушили голову Когда её делали Шестимесячную зарядку Ну, тут духи Вот она Королева всех Тогдашних духов Называлась Духи Красная Москва Флакончик А это вот был набор Такой маленький набор Духов Там и Красная Москва И щит И ещё чего-то Коробочка Посвящена была Фестиваль молодёжи Студентов Там были Всякие Достатковичные места Московские МГУ Исторический музей У нас такая У нас такая была Робочка Игрушки Игрушки Ну, вот это правда Мотоцикл М72 Самое главное Вот это вот такой Грузовичок деревянный А у него В кузове деревянный пушка Хорошая игрушка Я бы с ней играл Вот книгорочка 45-го года Грустная Ватная снегула Это Дед Мороз 45-го года Он у нас палкой стоит Примерно как Партизан Да Из брянских лесов Громи захватчиков Ребята Куклы из Театра Мнеброссо А вот эти прям немецкие куклы Гавоедные Да, на интерфейне А это Механическая Была игрушка Скрипач Ну, вот скрипку Он потерял А с мячоком Поздравляю Дорогую маму С 8 марта Написала Девочка И пошла В школу Да Видите У девочки Какой мольберт Есть Или что это Как флипчат А это Пистолетик Это просто Отливочка Такая Некоторые Люди На работе У себя Делали Делать Игрушку Вот я помню Видел я такую Вот игрушку Которую Называлась Револьвер Ну, типа Нагана Отлитый Из-за какого-то Сплава Алюминиевого Из Игумина Вот Ну, на работе Отливали Дети Из-за какого-то Дома Приносили Вот такой Маленький Карманный Дамский Пистолетик Вот тоже Отлитый Это ничего Там нет Крокодилогена Узнаете Чебурашку Узнаете А это А это Вы знаете Да И стоят Вот там У моей дочери Был такой БТР 60 ПБ Там даже Могут И это Прикаршки Сделать Желающим Говорят Техника Вот Киев Вот жалко Нету Ленинграда Ленинград Совсем Был Страшно Дефицитный И Ленинград Умел Еще Снимать Как Он Нажимаешь На Тот Он Подряд Три Снимка Делать Как Кино А у Киева Металлическая Шторка У нас Просто Прорезидная Ткань А там Была Металлическая Киев А это Ява Явская Да Была Ява Дукатовская И была Ява Явская Это Сигареты Ява В картонном Упаковушке Были Бумажные Это Картонная Ява Явская Ну Стали Театральная Москва Семьдесят 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 Такая Москва Это Декабрь Семьдесят Седьмого Года И там Расписывание Всех Спектаклей На Месяц Замечательное Было Время Вот Эпохальные Вещи Еще Старые Девятнадцать Копеек Бутылка Стол Вот Пол Набор Три Копейки Были Маленькие А Трехлитровый Банк Трехлитровый Да Сверхлитровый Копеек Стоил Иногда Приходили В очередь Которые Стоят Сдавать А долго Это Не Принимают Этого Нет Того Нет Ну И Покупали Трехлитровый Банк Закатывать Чего Ни Вот По Сор Копеек А потом Это было дело В семьдесят Шестом Году Два события Произошло Сразу Умер Король Саудовской Аравии И вместо Него Взошел На престол Как там Сабах Сабах И у нас Сделали Бутылки Все По двадцать Копейки Вот Вместо Двенадцать Семнадцать Двадцать Стали Вот как Зажим Это были Зва Очень важных События Ну Сабах Сабах Это можно было Запоминать Не запоминать А вот это Всем запомнилось Эту Многие Стали ждать Повышение Цен На Пятнадцатикопеечные Молочные Бутылки Но не дождались Про браконьеров Вот Ого Пойди Это Стоящая Такая Вот Скамеечка Пнессионерская На ней Стоит Корнета Пистон Или Как это Называется Музыкальный Инструмент И шляпа Елочка Что Дескать Мол Советская жизнь Это праздник Как на Елочек Кстати Музей Я вам Всем советую Посетить У входа Находит В этот Мак Вот Смотришь Напротив Гостинице Москва Которая На бутылке Столичной Водки Слева Охотно-рядовское Здание Здание Вот Вот Вход Как раз У него Шел я Перекусить Перед Еврейским Музеем Тут Вот Видите Зашел Под землю Куку Положено Фигуры В Маск Поехал Я В Еврейский Музей Это Называется Станция Метро Марина Рощ Это Называется Планета КВН А Это Называется Райкин Плаза Там Недалеко Театр Райкина А тут Вот Это Огромный Торговый Центр Райкин Плаза Вот Такой Абонатик Вот Еврейский Музей Сейчас Находится В Замечательном Историческом Памятнике Он Такой В проекции Панелограмм Махметьевский Автобусный Парк Какого он Года-то 26 Года Постройки Тогда Решили Для Москвы Закупить Британские Автобусы Двухэтажные И вот Чтобы Парковать Очень Хорошо Придумал Схему Как Парковать Заезжает Паркуется И выезжает Дальше А замечательный Наш Архитектор Мельников Он Кстати Архитектор Конструктивист Вот Удивительным Образом Мы еще Про него Позаговорим Про Конструктивизм Уход Уход В память Людей Которые Оказываются Сопротивлением В Пагирях Тут У них Центр Социального Обеспечения Чистая Ебридей У них По Чудному Обозначенный Вход Мужской Женский Туалет Ближе Ко нам Мужской Дальше Женский Там была Выставка Посвященная Бухарским Евреям Евреям Бухарем Значит Надо сказать Что в тех местах Евреи Оказались Еще до Нашей эры Во времена Когда их Там Персидская Держава Выводила Из Палестины И Селила В разных Местах Где надо Ну Они Разбредались Персидской Империи Вот она Персидская Империя Из наибольшего Распространения Она до Индии Вот До современной Индии Там и Пакистан Попал туда И Средняя Азия Как видите Вот она там Попала И вот Везде Там они Были Занимались Бизнесом Туставали Да Работали Ну Понятно Сделал Тут вот Ткань Такая Аля Средняя Азия Да Тебе Тенофили Должны Надо сказать Что-то Пришел Ислам Они Имели Некоторое Ограничение По своей Жизнедеятельности Должны были Одеваться По-другому Мусульмане Мусульмане В челме А эти Вкрытые Меховой шапки То есть Меховая шапка Сверху Ткань Колпак Вот Так вот Они ходили Под поясной Веревочкой Причем Да Вот там Такой был Порядок Вот Это продолжалось Все С разными Разной степенью Угнетение Да Они там Налог Должны Платить Просто И все То, что Они Мусульмане До Прихести Туда Русских Когда Русские Пришли Часть Средней Азии Стала Протекторатом Российским Там 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 Типа Ограничений Я Удивлением Понимая Что Я Понимаю Они Они говорят На вид Вот Такие Вот Дела Они Похожи На немецкие Вот Так Все Продолжалось Жили Они Добра Наживали А вот Тут Как Говорят Аршин Малалан Называется Представление Там Был Какой-то Еврейский Театр В Ташкенте Но Это уже Поздние Времена Это старинная Фотография Начала века Видите Цветная Да Видите Вот Тоже Мир Бухарский Тоже Цветная Фотография Шикарнейшая Делал ее Худингорский В 11 Году Вот эту Фотографию Он Делал Цветную Фотографию Как это делалось У него было Три Значит Фильтра Значит Красный Зеленый И синий И вот Была Проблема У него Да Ну и экспонировал Три раза Три пластинки Закрепленные Это сам Камера Это одна Пластинка И один Фильтр Другая Третья И проблема Была в том Что вообще Вы знаете Что красному Цвету Не очень Восприимчивые Фотоматериалы Черно-белые Как из этого Выходить Положение Ну Надо Полыть Чувствительности Каждый Такой Фотограф Который Занимался Цветной Фотографией Каждый по-своему Придумывал Как ему Улучшить Чувствительность К красному Цвету Ну вот Прокудин Горский Придумал Эффектную Систему И у него Есть целая Коллекция Таких Фотографий Негативы Были В библиотеке Конгресса Оцифрованы Они сейчас В интернете Выложены Ну Оцифрованы И соответственно Цветы Совмещены Да Ну Так вот Там У него Огромная коллекция Больше Полутыщи Эти фотографии Виды России Там И так далее И в свободном доступе Их можно использовать Вот Ну Прокудин Горский Он после революции Так медленно Медленно Тут вроде бы Должность какая-то Была при большевиках Но медленно Медленно Улетел за границу И умер там В 44-м году Уже после Освобождения Парижа Когда значит Американцы И Армия Леклерка Освободили Париж Вот И он через Несколько Недель Или дней Умер Сен-Живи В Дебу Там он В народе Прокудин Горский Так Ну чё ты тут Быстро Так полетел Да О Это 35-й год Гастроли Местно-еврейского Государственного Музыкального Театра Вот Народный Комиссариат ЛХ СССР УССР Я не знаю Узбекский В Узбекистане 35 Бухарско-еврейских Школ У них Условия Язык Бухарско-еврейский Вот Пожалуйста Ну а потом Началось В 61-м году Был Был Такой Называется Кровавый Навет Я пытался Найти Что за Кровавый Навет Был Маргеллайн Обычно Это связано Бывает С обнаружением Детских Тел Из которых Выпущена Кровь Как ни странно Да Вот так Вот Это считается Что это кто-то Так сказать Вот Дело в том Что Как раз Кошерное мясо Из животных Получается Когда из них Значит Еще из живых Спускают кровь Вот такой Жестокий Способ И первый Был антисемитский Закон Изданный В Германии Он назывался О защите Животных И он запрещал Вот такой Забой Скотах Жестокий То есть Убивай Убивай Но кровь Сначала Не выпускают Вот Подвешены За задние Лапы Вытекает Долго Кровь Вот такие Умирают В муках Да Да Ну вот Это Вот Последний Раз Был в 61-м Году Кровавый Навет Ну а потом Значит Процесс Пошел В 70-м Году Началась Массовая Эмиграция Евреев Сначала Ей Поглубь Попытались Противостоять Значит Там Выезжаешь Оплати Своё Образование А евреи Были там Образованы Они были Либо Так сказать Ремесленники Ну сначала Это были Красильщики Красили Голубой Цвет Ткани А потом Значит Кроме Красильщиков Фотографы Зубные Врачи Ну тут Всё Такая Вот Было Ну и Учёные Инженеры Образованные Люди И был Закон Что Дескать Выезжаешь Поплати Обучение Обучение Ну Против Это Очень Сильно Возражали США У нас Был Уговор Что мы Будем С ними В режиме Наибольшего Благоприятствования Торговать Называется Ну то есть Без Ненужных Ограничительных Барьеров Но Значит Была Поправка Джексона Веника Принята В Конгрессе В том Что Чтобы Облегчить Выезд Евреев Отменили Поправку У нас То есть Этот запрет Отменили Сразу Но Поправка Прожила До 21 Века Хотя Евреев На свободный Вход И выход Давно Уже Стал Но Тем не менее Все это Жило Да Союз Выходцев Из Израиля Проблема Объявление По закону Иудейской Религии Женщина Находящаяся В разводе Должна Получить От своего Бывшего Мужа Религиозное Расположение Брака Разведенная Женщина Не получившая ГЭТ Не в состоянии Вновь устроить Свою личную Жизнь В Израиле И США И лишается Льгот На получение Пособия На детей Вот Ну и вот По вопросам Получения ГЭТ Обращайтесь В Ташкенте Улица Такая Дом Такой Это Телефончик Внизу Был там Один Зал В нем Вот эти Всякие Прелести Стояли Можно было Понюхать Там Внизу Под стеклом А я Думаю Нет Там Что-то Нюхай Куда Выдвигай На выходе Там Интересная Вещь Такая Есть Там Вот Наверху Брак И Понял Кстати У бухарных Евреев Были Обереги Своего рода Там Текст На кошерном Пергаменте Написанный Специальными Писчиками Вот Защита От Всяких Злых Духов А причем Значит Равины Не одобряли Такого рода Деятельность Ну Народу Разве Объяснишь И Значит Вот Рожает Роженица Ребенка Сразу Такой Оберег Пишется Там Именно Жениться Именно Ребенка Дорого Стоит Естественно Вот И там Всяким В зашифрованном Виде Написано Там Имя Бога Имя Ангелов Всяких Владимир Бога Короче Это для чего Для того Чтобы злой дух Начнет читать Чтоб Долго Думал Вместо того Чтобы Мешать Людям Жить Ребенку И матери Он будет Долго Думать Ребенок Подрос Соскабливается Прежние Именно Пишется Вот Такой Был Паренок Библиотека Шнерсона Но Это ведьмы Имени Все Шнерсона Наверху Видите Тут Собрание Поэтов Собрание Авторов Которые Еврейские Прохождения Михаил Светлов Шалом Алейхин Вот Такое Собрание У меня Где-то Есть Первый Шестой Том Илья Оренбург Леон Фехтвангер Кстати Говоря И тоже Еврейский Автор Иудейская Война Леона Фехтвангера Помните Кстати Еврейзюс Тоже Его Произведение По-моему В нацистской Германии Его даже Как это Назвать Экранизировали В Боровске Симпатичная Такая Рельсом Ездит Такая Штука Туда На верх Не дотянешься Слезает Специальный Человек И достает Книжки Из Косек Стоит Такая Вот Комната Стеклянная Комната Переговорная Комната Это Зал Заседания Секретного Украинского Совета Да Нету История Израиля И Иудеи Это Наверху Там Вот эти Коммуникации Сверху Проложены Все-таки Бывший Горар Раздел Книг На обмен Да И вот там Голова Минотавра Марик Краевский Жертва Была Удушена Ее Изнасиловались Еле Поллица И удушили Последнее Было Сделано Видимо В конце Интересно Между Годов Во Львове Да Над Старым Рынком Ставал Рассвет Это Еще Не Принадлежит Город Еще Польша Принадлежит В сентябре Он стал Принадлежать Советским Союзом Это Бук Крофинг Обмен Книг Приносит Вот Такие Вот дела Потом Я Все Это Закончил И Поехал Называется Это Как это Зиновьев Центр Что Сейчас 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 Скажу Как Называется Сейчас Скажу Сейчас Скажу Сейчас Скажу Скажу Так Зиновьев По-моему Центр Сейчас Сейчас, да где ж там был, вот он, Зотов центр, Зотов, Василий Павлович Зотов, был уважаемый человек, он с 39 по 46, а потом с 65, по-моему, по 70 возглавлял Министерство продовольствия. И вот он, кстати, участвовал в создании пекарни, которая потом, после 77-го года, после его смерти, стала носить название имени Зотова, имени Зотова, Василия Павловича. А пекарня была удивительная, в 20-е годы она еще была спроектирована, там была такая революционная технология, с этажа на этаж начался процесс, по кругу все это двигалось там, внизу были печи, где пекли хлеб, а сверху там захвастка, тесто и так далее. Вот, и для такого здания поставили в конструктивистском стиле вот такую башню, их было несколько по Москве, вот этот, вот теперь в нем музей, Зотов центр называется. Ну, такой Зотов центр, который пропагандирует конструктивизм. И сегодня там была выставка, последний день этой выставки. Сейчас скажу, как она называлась. Все, уже убрали. А, да, нет, убрали. Конструктивизм начало. Считать, что конструктивизм стартовал как явление и событие в 22-м году. И конструктивизм, это вот, в общем-то говоря, то, что сейчас значительная часть современного искусства, что мы себе представляем, в архитектуре, вот стартовал именно тогда. В оформлении, я сам вот грешил, у меня, помните, были такие вот превьюшки, там несколько фотографий как вставали, между ними, типа поля покрашенные там были. Это я вот тоже, Эль-Лисицкий, по-моему, так делал еще, да. Вот у нас с Эль-Лисицким одинаковый вкус, я потом узнал, что это, оказывается, от него все это шло. Ну что, поехал я смотреть тогда его. Вот он. Делюсь с вами фотографиями. Выставка была посвящена тому, что было накануне появления конструктивизма. Вот, например, живописка, электрический орнамент, Наталья Гончарова, 14-й год. Вот в такой установке появлялся конструктивизм. Это такая вот кубистическая картинка Елена Бебутова. Елена Бебутова, Цувамма, я даже не знаю, что такое Цувамма, но достоилась того, что вот эти кофе хранят. Вот тоже картина, кубистическая пикната, скрепчий велосипедист. А это черный квадрат, но не Малевича, Суеветин, тоже интересный очень автор. В Нью-Йорке потом он жил, туда ушел, Суеветин. Вот, а это тоже кубистический картинка, да, кубистическая фигура модель. В ту пору, кстати, появилось мнение, в начале вот как раз революционных годов выросло на руку, значит, как раз Малевич от него шел, супрематизм. Малевич рисовать не удалил, и говорит, вот будем, говорит, сейчас, говорит, новые течения, супрематизм. Правильные формы. Это, правда, не Малевич, но вот это вот революционный. Супрематическая композиция. И я чашник. Вот, и супрематизм. Вот треугольник, круг, все это, где находится бумажная работа. Вот, футуристы говорили, это их, как сказать, довоенные еще, до 2014 года, так сказать, манифест, хотят освободиться от этой упорядоченности мира, от этих связей, мыслимых в нем. То есть, беспредметное искусство. Мир они хотят превратить в хаос, установленные ценности разбить на куски, и из этих кусков творить новые ценности, делая новые обобщения, открывая новые, неожиданные связи. Кстати, Мистерия Буф Маяковского, может, вы считали, вот такая пьеса была, Мистерия Буф. Это, естественно, их есть декорация. Вот такая вот линейная структура, линеизм, почти как ленинизм. Александр Ротчин. Такая супрематическая композиция, объемная. Очень напоминает современную архитектуру, очень, на самом деле. Вот отсюда все это все. Вот. И некий такой абстрактный проект чего-то такого, цветовые пятна, что-то находится. Может быть, это щиток с пожарными принадлежностями, да? Может быть, что он. А это вот объемная конструкция. А это, между прочим, на что напоминает вам? Это, кстати говоря, самый Татлин. Татлин считается настоящим настоящим конструктивизм. Это башня Татлина, да, называется. Башня Третьего Интернационала. Тут я буду картинку покажу. Она, кстати, в пае Третьяковской галереи на Крымском голову стоит. Башня Татлина. Вот. А это напоминает мне станцию космическую, правда? Он прикидил, чтобы ни на что не опиралось. Витит в воздухе, да? Вот эффект такого, какого-то такого. Тяп-ляп. А это еще один персонаж той эпохи Велимир Хлебников. Он такой проповедовал в зауме, да? Всякие тексты бессмысленные, формулы. С у него была Зангезия. Если я ее поставил, он умер рано достаточно. Велимир Хлебников, это псевдоним Велимир, Велимиру, Владимир Владимиром. А это Велимир. Зауми спускает сверху. Лаум, Чеум, Боям, Биур, Бам. Ну, так вот просто поменяются звуки и все. Какие-то формулы бессмысленные спускались. У меня один мой зритель эти формулы пишет в качестве комментов к моим видео. Вот. Вот. А, это Тихий Хлебников, кстати, вот здесь написано. Но тут как-то более-менее, ну, тоже слово. Трансферная графика. А вот картинки, очень даже к ним я привык уже, вот, годы, так сказать, золотые годы журнала «Знание Сила». Это когда он был большого формата, это где-то район начала 70-х годов. Вот он в таком виде вот издавались, там много картинок было таких. Какие-то заумные были, фантастические, философские произведения. Ну, мне он нравился. Вот. Помните, я вам показывал сублематизм этот. Еще оказался один этаж. Посмотрим экспозицию. Изобретаем конструкцию материала. Через раскрытие материала к образом. Инженеры-мастовики. Делайте расчеты. Изображение новой формы. Ну да, без инженера тут не делаешь. Один сказал скептик по поводу современной архитектуры. Это вот берется, значит, салфетка, комкается. Все. А потом зовут инженеров, чтобы они это сделали. Вся гитархитектура. А это башня Татлина, да. Она должна была 400 метров высотой быть. И там три вращающиеся с разной скоростью объекта. Да, там какие-то редакции газет должны были быть. Один там раз в сутки, один раз в месяц, один раз в год оборачиваются. Как-то так было. Там разные спешности редакции, да. Но 400 метров высотой. Ну, понятно, что это вот это вот, дескать, конструктивизм. Ну, на самом деле, конструктивизм мы видели хотя бы тот гараж Мельникова, да. У него несколько произведений у Мельникова в Москве есть. Мельникова, это его дом в Кривоколенном переулке. Лично его дом. Ну, говорит, унылый вот этот вот, вот этот вот унылый конструктивизм какой-то такой. Это Александр Родченко, проект Сабдепа из «Город с верхнюю кулаканку». Что это значит, что у него? Умел, да, так сказать. Двадцатый год голодуха, а не лицет картина. Что ты делаешь? Вот, в Родченко. Это вот такие практики, вот они. Водим, что все, что-то из верхних стружочков, палочек. О, вот стержневая структура. От кубизма и футуризма осталось только четкость и мощность общей формы, да яркоцветность, столь необходимой для живописи под открытым небом. Рассчитаны на гиганта, зрителя, а сотнях тысяч голов. Тут, несомненно, произошло слияние молодых исканий и исканий толпы. Это Анатолий Лумначарский. Наш, значит, главный пункт улья. Вот, вот, кстати говоря, выставка была у них достижения народного хозяйства. Сейчас отразилась сельскохозяйственная выставка. Там такая хроника есть небольшая. Я сфотографировал страничку. И там был огромный объем деревянного зодчества. Но тут непонятно, почему висит американский флаг. Там видно было, что американский шлют, какая-то выставка. С какой стати там американский флаг. Мы привыкли уже к конструктивизму, на самом деле, в оформлении, живописном оформлении. Оно даже стало устаревшим, такой язык. Если вы помните, у нас иногда сейчас используют такую технику тех времен современную. Это памятник освобожденного труда. А это вот интересная памятник, как тракторный завод, что-то такое называют. Рисунок и композиция – это тракторный завод. А это, кстати, Мухина «Факел свобода». Революция, не «Факел свобода». Это макет декорациям. Эта пьеса, по-моему, называется «Какой-то там рогоносец». Великодушный рогоносец. Революция, который считал себя четвергом, или который был четвергом. Видите, сейчас мы привыкли к таким сложным композициям. Хотите, выйдут на эту платформу, хотите, на эту артисты выйдут. Хотите сюда, хотите здесь пробегаться. Ну, дается своя возможность. Мы уже к этому привыкли, кстати говоря. Смерть Трелкина, допрос дворника. Обратите внимание на костюмы какие. Это Суховы Кобылин, то есть дореволюционный автор. Но костюмы вот такие вот, супрематические. Причем, помните, я в прошлый раз вам рассказывал про балет этого. Про русские сезоны в Париже там. Дягилевские. А там ведь тоже каких-то рубахах они танцевали. Чем всех шокировали, что за танцы такие в таких рубахах. А тут вот, ну, нравится. А это рогоносец тот самый. Кого-то они там ловят. Они ловят в Ла-Пасе сцена, называется. Танцевая сцена там, где этот человек, который будет всего дома. Да, вот тут интересный факт. Был такой у нас замечательный физиолог Павлов, по условной рефлексе был, да? И был такой, называли политкомиссаром, вот тут назвали, Эммануил Венчин. Не знаю, как он стал павловским ученым, но он потом и числался ученым. Он бывал политкомиссаром. Павелянка был политкомиссаром. Войну побыл немножко. Ну, по состоянию здоровья его отправили отдыхать. Но он до 60-х годов дожил, репрессирован не был. Хотя с ним спорили. Он-то объявлял, что, значит, благодаря физической природе мы поменим, будет физиологический паспорт. Вот как сейчас этот биометрический паспорт, да? Вот. И вообще говоря, человечество, вот как супрематизм упростил искусство до квадрата, это высшая степень, так сказать, искусства. Так и здесь. Мы как в каменном веке будем говорить. Вот типа того. Мы его, естественно, критиковали. Ну, на его счастье, его критиковал Николай Иванович Бухарин. А потом Михаила Ивановича расстреляли. Ну, так сказать, он меня критиковал. Бурак народ. Тараскиско-бухаринский террористический блок. Ну, короче, он на плаву оставался. Ну, там по Академии наук делал. Да. А, кстати, в музыке тоже было. Ну, вот, смотрите. Вот штука крутится, и она шумит, как ветер. Ну, мне сказать, давайте разные... Вот была такая, пытались сделать музыку из пумов. Вот едет, вот, как колесик китайцы, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум по скобкам громыхает. Тут только трясти надо, когда-то приводные ремни лопать. Вот, звук и сум. Вот, коньезавод, проект коньезавода. Вот, наконец, пришли мы к этому. Сейчас мы все увидим. Станкинский коньезавод. Коньезавод там надо было разводить лошадей, жребцов, потому что, когда лошадь была основная тяглая сила, на транспорте и в сельском хозяйстве, в военном деле. А это жилье для рабочих такое, как это, блокированные дома, да? Узнаете? Как это сейчас называется-то? Таунхаус. А это вот такого рода вот той самой пекарни круглой, про которую я вам говорил. Расскажите, я бы пекарник. С 20-го года проекта. Вот сейчас я и был. Да, но это, по-моему, тоже пекарни. А вот это вот, нет, это гараж, а вот это маяк. Ну, это такие студенческие работы в Худемасске. А вот в Худемасске работа изображает элеватор. Прикольно, да? Ну, это интересная вещь. Должно было в Москве быть построитель Телезаревского франка на маленьком пятачке. Вот такая вот должна была быть крупное здание. Раз, два, три, четыре, пять этажей. Тут вот лифт, он там в пристройке бегает. Да, лестница. И на каждом этаже по небольшому офису. Вот. Должны были вот такой... Был такой проект. Что-то похожее вот на Лермонтской площади есть. А это вот... Тогда у нас авиация стала развиваться. Было общество Добролёт. Это вот Юнкерс. Видимо, и Юнкерсы летали тоже. Они летали на международных рейсах в Германии. Наверное, Добролёт летал, и Юнкерс летал. На ползелье иностранцев. Диспетчерские пункты Юнкерс. Вот. Почему-то сюда решили чехословасский двигатель внутреннего сгорания автомобильный поставить. В-образный. Ну, поставили. Ну, красиво смотрится. Согласен. Двигатель автомобиля. Это Лили Брик. Это про это. У него есть такое произведение у Маяковского. Про это. Там вот такой калаш иллюстрации. Вырезали из журнальчика в картинке. Наклеили. Ну, и фотографию любимой этой женщины. Лили Брик. Её Оси Брик любил. И Маяковский любил. Она с ним с Дуны жила. Вот такая необыкновенная была красавица. Вот. Дворец труда, кстати, это называлось. На маленьком тоже месте. Пятачочки. Там и антенны радиостанции вещать. Говорит дворец труда. Да-да-да-да-да-да. Конкурсный проект. Не знаю, был он реализован, не был. А это вот из окошка. Смотришь. Действительно. Вы узнаёте? Такая же фиксура, в принципе, дворец, да? Вот она. Из окошка-то. Вот она. Ну, там вот покатые крыши. Потому что, ну как, снег задержится. А так конструктивизм в чистом виде. Вот это тоже зелёное здание конструктивистское. Между прочим, мне очень понравилась конструкция в книжном магазине наверху. Там вот наверху, на самом верхнем этаже, что-то книжный магазин. И такие полки. В них хорошо очень, по-моему, книги хранить. В общем, просторно, доступно. Поэффективно пространство используется. Вот, кстати говоря, как выглядит свободный четвёртый этаж. Вот там, где заводили только эту самую закваску для хлеба. Круглые здания конструктивист колонны охватили, конечно, на всякий случай стальными хомутами. Вот это вот, как это сказать, аутентичная кладка. Ещё та самая. Там внизу, внизу, что я вот объясняла, как тут хорошо. Плитка аутентичная. Вот тут те утрачены. Просто замазали цементом. Ну, в общем, шедевр. Вот. И вот тут в одном из залов инсталляция, видеоинсталляция. Тут вот мельтешатся всякие картинки из тех проектов из той эпохи. Соответственно говоря, всё. Вот. Я отчитался перед вами, что со мной сегодня было. Долго я отчитывался, но, наконец, отчитался. Так что, кто сказал, что за день один музей только можно обойти? Вот, как видите, я обошёл зоологический. Да, но понятно, что вы можете, конечно, вникать в детали. Там месяца не хватит вникать. Но познакомиться, рассказать о нём, что-то такое увидеть, с чем-то поделиться, намекнуть, это вполне себе можно. Вот представьте себе, кто обычно ходит в музеи. Детьми ходит, как правило. Или сами считают себя немножко детьми. Я вот до тех пор, пока не началась эта пандемия, я себя считал ребёнком. Потому что я себя внешне практически никогда не видел. В зеркало не смотрелся. Чего смотреть сверху? Я и так хороший. Слушай, я же не бреешь, ничего, не стригусь. Вот. А тут Светков меня издалека снимает. Если сам себя я тоже снимаю издалека. Камеру поставил, я-то записался. Я, может, себя там не вижу. Там какой-то человечек там что-то в очках. Ну, да, это я. А теперь я стал вот так вот перед камерой там записывать, стримы вести. И тут-то я понял, товарищи, что я старый. А замашки во мне и те остались. Вот я сразу составился. А так ничего. Так что вот. Да, ну так что я сегодня посетил-то? Назовал музей. Вот этот вот музейчик, который назывался «Билет в СССР». Выставку в Еврейском музее. Сам тут основную экспозицию я не обошел. Она была бы обойти, она очень интересная. И она всегда мне впечатляет. Такая вот история. Ну, обойду в следующий раз. Как-нибудь даст Бог, если дожил. Вот. И что еще? Да, и вот этот вот «Взот в центре». Ну, вот. Да, в итоге еще книжку купил про мусор. Андрей Яковлев. «Страна отходов». Как мусор захватил и Россию, и можно ли ее спасти? Вот. Вот журналист узнал о мусоре все. Посмотрим. Как он на мусоре знал? Тем грозит дым от сжигания мусора и зола. Ну, а сам мусор нам не грозит? Лучше. Мне кажется, лучше его хорошо сжечь при хорошей температуре. Все будет нормализм. Нормализм. Сейчас буду книжку читать. А вот тут вот это все я заканчиваю тогда. Хорошо? Много с вами расставаться почему-то. Напоминаю вам, что живу я на ваше подаяние. И в музей хожу книжки покупаю. Все благодаря тому, что вы меня поддерживаете. Так, как видите, не пропиваю. Карт не проигрываю. А, на котят трачусь, да. На котиков своих. Вот скажу, завтра поучу тут студентов в Москве и к котикам своим поеду. Там Теграша меня ждет. Ландау, Ландау, Лившин, Сверенбук. А в другом месте меня ждет мой замечательный Барсик. Да, вот такие дела. Ну, всего доброго. Не стесняйтесь быть добрыми и прислать мне денег. Внизу есть реквизит. Кстати, можете подписаться на меня в БУСТе и смотреть там всякие мои материалы. И вот там в том числе есть лекции по математике, по физике. Списавшись со мной в ВКонтакте или на Телеграм, мы сможем с вами договориться о индивидуальных занятиях по Зуму, например. Ну, всех вам благ, целую и обнимаю.